В продолжении поста, который мы опубликовали о молитве, о том, что в каждой молитве можно вложить свое какое-то настроение, свои какие-то нюансы, и мы говорили об этом в связи с молитвой глав колен Израиля. Все-таки есть еще какой-то момент, но молитва канонизированная, она же сама, есть конкретный стандартный текст, неужели нет места для личной молитвы? Вот где место для личной молитвы? Где оно? Давайте немного поговорим в принципе, кратко. Во-первых, совершенно очевидно, что у человека есть в любой момент возможность обратиться ко Всевышнему. Для этого не нужно никаких разрешений, не нужно специально ждать какого-то момента. Более того, про Рава из Бреста рассказывает, что всякий раз, когда к нему приходили люди с вопросами, он чувствовал, что не знает, как ответить им. Он говорил короткую молитву «Лишу Атхак и Витя Ашем» из нашей недельной главы. Яков говорит это про колено Дан. «На спасение твое уповаю, надеюсь, Всевышний». И в принципе, вот это вот такая коротенькая молитва. В любой момент человек может, он находится где-то, едет, даже за рулем. «Можно, Всевышний, я надеюсь на твое спасение». Почему нет? Нет проблем обратиться ко Всевышнему, нет никакого у нас регламента, никто нас не ограничивает в любой момент. Но тут есть очень интересный момент, который написан в недельной главе, и просто его, мне кажется, очень нужно сказать вам, дорогие зрители, очень нужно им поделиться. И тогда, может быть, этот момент, он станет как-то яснее, понятнее, будет проще его в практической жизни использовать и применять. Яков Авино говорит, что он дал Йосефу двойную долю, да, как первенцу. Он его выбрал первенцем, не Рубана, а Йосефа, первенца Рахель. И он дал ему как бы двойную долю, как полагается по закону о наследствиях. Он говорит, я тебе дал Шхем-эхат. Шхем, это может, это Рашель говорит, что это место, город Шхем, это тот наследний удел, который у Йосефа был больше, чем у других братьев. Окей. Но Яков говорит о том, как он приобрел это место. Он говорит, я приобрел ее, взял из рук имарейцев своим мечом и своим луком. Мечом и луком. Говорит геморра, мечом и луком. Яков взял что-то мечом и луком. Написано же, что не мечом, нельзя на меч уповать, да. И нельзя луком победить. Нельзя на лук уповать, и меч не спасет. Эло, а только говорит геморра, харби, мой меч, это молитва, каштия, мой лук, это моя просьба. Итак, здесь же, прямо на месте, ункилус, это перевод на арамейский язык Торы, который мы получили на Синайской горе. Ункилус его только открыл для нас, он его написал. Но есть предание, что этот перевод был с Синайской горы на арамейский язык. Да? Так вот, он тоже переводит это молитва и просьба. Да? Брис Киров, о котором мы уже сегодня упоминали, он сказал, почему молитва сравнивается с мечом и луком? Мы об этом уже как-то говорили. Молитва действительно делится на две категории. Есть молитва меч. То есть, что такое меч? Обоюдоострый меч. Оружие само по себе. Даже ребенок небольшой силой его поднимет, может порезаться, да. Можно уколоться. Это само по себе, оно оружие само по себе. Это средство, которое существует. Мудрецы постановили нам текст молитвы, который в принципе является колющим и режущим предметом, что он называется. Он работает. Этот текст в каждом слове заложена огромная сила. А есть понятие Бакашатим, моя просьба. Она как лук. Насколько оттянешь, так и полетит. Но настолько, насколько человек обращается в этой молитве ко Всевышнему, настолько это может ему помочь. То есть, это зависит от его силы, от его вложения в эту молитву, от его настроя, от его понимания, что он зависит только от Всевышнего. И поэтому вы спрашиваете, где личные мотивы, где личные просьбы и где личные моменты в молитве? Да его на самом деле это все сто процентов, да. Потому что если меч, который вам дают мудрецы, он лежит, то он никому не может ничего сделать. Но если этот меч берут сильные, натренированные руки, обоюдоострый меч с двумя рукоятками и поднимают, можно нести огромный удар. Можно, так сказать, им сокрушить что-то. Это является смертельным оружием, является самым сильным оружием, которое может быть. Этот меч, если его не поднимут наши руки и наша сила, то есть нашей просьбы, он не будет работать. Поэтому, когда ты говоришь, где наше личное? Да личное это в каждом слове. Как ты вложишься вот в это личное, как ты вложишь эту силу своей просьбы в эту молитву, так она и будет работать. Но даже если ты будешь ее просто так и махать слегка, все равно ты немножко защищен. Потому что если даже ты не сильный боец, но все-таки в своих руках есть какое-то оружие. Но если лук ты не поднял и не натянул, так ты вообще никоим образом даже не выстрелил. Понимаете? Вот, говорит Брискроп, вот это параллель. И это то, что мы должны понимать. И поэтому в молитве есть моменты, когда есть личная просьба. А есть моменты, когда ты должен сам подумать свои личные мысли. А личные просьбы, когда нужны их? В шестнадцатом благословлении, да? После молитвы человек имеет право обратиться ко всему с личными просьбами. Более того, в восьмом благословлении, если у кого-то есть кто-то, кто болеет, не дай Бог. Там есть специальный текст. Посмотрите, в восьмом благословлении есть специальный текст. Обратиться о здоровье своего родственника, близкого, друга. Конечно. Помолиться о том, чтобы были благополучные все события, которые могут быть у человека. Это роды, беременности. Все, что угодно. Здоровье детей, здоровье мамы, здоровье отца, здоровье братьев. Об этом, конечно, нужно помолиться. Кто же говорит, не дай Бог ни об этом не молиться. Нужно об этом молиться. Это личное. О том, чтобы ваши дети росли в Торе. Конечно, нужно об этом помолиться. И наши, и мои, и ваши, и всех-всех нас. Наоборот, Хуфетсхайм говорит, нужно каждый день упоминать молитву о том, чтобы дети росли в Торе. Это можно? Это есть личный момент в молитве. Конечно же, он есть. Без него невозможно. Но, если мы используем ту силу, которую дали нам мудрецы в руки, это меч. Если мы добавляем к нему нашу силу, то это сокрушительное оружие. А лучшее – это огромный двигатель. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!